Здарова народ, с вами фантомы, это новый выпуск интернет легенд. Абсолютно все знакомы с мультфильмом, ну погоди, сколько теплых детских воспоминаний связано с ним. Сегодня нам предстоит заглянуть на темную сторону, изучить легенду, повествующую о неком жутком эпизоде, который целиком и полностью состоял из мозговыносящих кадров и звуков. Мало того, что сами персонажи мультфильма вели себя странно, так еще и время от времени появлялись реальные кадры убийств. Что крайне занимательно, легенда об этом эпизоде представлена в виде письма, написанного бывшим сотрудником Союзмультфильма. Надевайте наушники и выключайте свет. Нас ожидает ужасающее путешествие в детство. Погнали! Я старый уже пожилой человек, зовут меня ФКБРА Владимир Григорьевич, мне 72 года. Вы можете решить, что я уже выжил из ума, впал в маразм. Но все, что я сейчас напишу, происходило на самом деле. Рисовать мультики я стал 47 лет на Союзмультфильме. Приходилось работать и на дну погоди, о котором пойдет сейчас речь. Всего я успел нарисовать две серии, а хотелось больше. Поэтому, когда на юбилей сериала меня пригласили на рисовку, я тут же согласился. Это должна была стать та самая юбилейная серия, которая бы положила начало длинному мультсериалу. Но не сложилось. Выпустили только две серии, а потом группу распустили. И была на это причина. Обычно после того, как серия нарисована и собрана, вся творческая группа собирается в небольшой комнате, чтобы провести финальный просмотр. Так поступили и на этот раз. Сценарист Александр Пик, снайдерук, пообещал, что серия будет немного страшной. Как раз в духе наших дней. А на дворе был 93-й год. Поэтому, когда мы увидели название «Смерть волка в полночь», мы решили, что это не более чем забавное название в стиле старых детективов от Агаты Кристи. Сюжет начинался с прогулки волка по набережной реки. Слышны крики чаек, одна из которых гадит волку на плечо. Волк останавливается и грозит кулаком в небо. Затем он продолжает идти. С этого момента начинается что-то странное. Пока волк идет, кадры повторяются, в отличие от звука. Далеко на заднем фоне едва различимо играет музыка. Затем она звучит чуть погромче, еще громче. Словно кто-то рывками увеличивает звук. Гул прибоя, а он был слышен с первых кадров, нарастает напротив плавно. Однако с большими искажениями, словно помехи на ночном экране телевизора. Затем волка показывают крупным планом. Он явно боится. Кадр переключается, и мы видим зайца. Точнее фигуру, напоминающую его. Она словно эскиз к рисунку, нарисованный простым карандашом. Хотя это не самое странное. Странно то, что у этой фигуры слишком выразительны глаза. Очень детально вырисованы, словно настоящие фотографии. Мы задачно посмотрели друг на друга, но так как мы не сценаристы, то не задавались вопросом о том, можно ли это смотреть детям. Кадр переключается на волка, который сидит на краю обрыва и выглядит очень несчастным. Задний фон ночь. Тревожит в этом месте отсутствие звука. Его буквально нет. Не слышно даже фонового шума динамиков. Будто они выключены, хотя индикатор показывал, что они исправно работают. Волк просто сидел там, моргая, в тишине, примерно полминуты. Потом начал тихо всхлипывать. Он закрыл лапами глаза и тихо плакал еще целую минуту. И в это время появился фоновый звук. Он очень медленно нарастал. Звук напоминал легкий лесной ветерок. Картинка стала рывками приближаться к морде волка. Словно кто-то выдрал кадры. Схлипы становится громче. В них слышно больше боли и злости. Картинка на экране начала заметно крениться в сторону, словно пленку заживало. Звук лесного ветерка медленно становится громче и настойчивее. Будто вот-вот разразится шторм. Он становится жутким. А всхлипы волка звучат так реально, что кажется, словно кто-то всхлипывает сейчас в комнате. В наше постсоветское время, когда много оборудования просто не стало, украли, продали. Такого качества звука добиться просто невозможно. За звуками ветра, всхлипов, было очень слабо слышно что-то похожее на смех. Он появлялся странными отрывками и ни разу не длился больше секунды, так что было сложно уловить его. А мы прерываем выпуск интернет-легенд, чтобы сообщить важную новость. Нет, конец света еще не настал. Но всем любителям постапокалипсиса срочно требуется запустить увлекательную экшен-игру Crossout, чтобы проверить навыки выживания. Игра позволяет из невообразимого множества деталей собрать бронемашину с уникальным дизайном. И потом на ней, примкнув к одной из шести фракций, эпично разносить врагов. Crossout это абсолютная свобода для творчества. Ракетницы, пулеметы, плазменные пушки, бензопилы, летающие дроны и прочие орудия, при помощи которых вы сможете превращать технику противника в металлолом. Зрелищные мультиплеерные битвы, миссии с огромными боссами-лебиафанами и захватывающие рейды. Все это Crossout. Играясь на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Скачивайте Crossout совершенно бесплатно по ссылке в описании. Конец связи. Можете продолжать просмотр ролика о бравой бойце. Мы просмотрели этот эпизод дважды, так что простите, если все это звучит слишком странно. Но у меня было время поразмыслить над этим. Через 30 секунд экран затемнился, сильно вздрогнул, что-то вспыхнуло. Как если бы один кадр был удален. Владимир Фасара, один из наших режиссеров, нажал паузу и прокрутил покадрово. То, что мы увидели, было ужасно. Это было фото девочки не старше шести лет. Ее лицо было в крови и синяках. Один глаз лопнул и свисал с запрокинутого лица. Ее живот был грубо разрезан, и внутренности лежали рядом с ней. Самым жутким было то, что на фото была видна тень фотографа. Не было помета криминалистов. По ракурсу съемки было понятно, что снимок был сделан непростым очевидцем. Казалось, фотограф был причастен к смерти ребенка. Конечно, мы были шокированы, но не прекратили просмотр. Надеюсь, что это была просто жестокая шутка. Экран показал волка в половину роста, схлепывающего громче, чем раньше. Из его глаз по лесу текла кровь. Она тоже была сделана слишком реалистично. Казалось, до нее можно дотронуться и почувствовать на пальцах. Ветер превратился в лесной ураган. Слышен был даже треск веток. Смех глубоким баритоном длился дольше и появлялся чаще. Примерно через 20 секунд экран опять дернулся. Проскочил один кадр. Режиссеру не хотелось перематывать назад, как и всем нам. Но он знал, что должен был это сделать. На этот раз появилось фото маленького мальчика, не старше первого ребенка. Он лежал на животе. Рядом, в луже крови, лежала его игрушка, маленький самолетик. Его левый глаз тоже отсутствовал. Его внутренности были вынуты через грубый разрез на спине. Село, как и прошлое. Было на улице. Была видна цель фотографа по форме и размеру, очень похожая на предыдущую. Я подавил рвотный позыв. Наш монтажер и единственная девушка в комнате, Маргарита Вэйхимит, выбежала. Серия продолжилась. Примерно через 5 секунд после фото, Волк замолчал. Затихли все звуки, как это было в начале этой части серии. Он опустил лапы. Его глаза сейчас были слишком реалистичными, как у других персонажей в начале серии. Они были налиты кровью, пульсировали и кровоточили. Он просто смотрел на экран, будто наблюдал за зрителем. Где-то через 10 секунд он начал всхлипывать, уже не закрывая глаза лапами. Звук был прянзительным и громким. Самым страшным в нем были всхлипы, смешанные с криками. Слезы и кровь ручьем лились по его лицу. Вернулся звук ветра и глубокий смех. Появилось еще одно фото. И в этот раз оно показывалось добрых 5 кадров. Режиссер остановил на четвертом и прокрутил назад. Теперь на снимке был мальчик, примерно того же возраста. Но сама сцена была другой. Внутренности были вынуты из живота и накручены на большую ладонь. Правый глаз лопнул и свисал вниз. По нему тонкой струйкой текла кровь. Владимир переключил на следующий кадр. Сложно поверить, но он отличался от предыдущего. Хотя мы не могли понять чем. То же самое и со следующим. Владимир переключил на первый кадр и прокрутил все 5 быстрее. Я не выдержал. Меня стошнило на пол. У звука оператора им был Владимир. Козу тук. Перехватило дыхание. 5 кадров не были 5 разными фотографиями. Похоже это были кадры из видео. Мы видели как рука медленно поднимает внутренности. Как глаза ребенка фокусируются на них. На последних двух кадрах мальчик даже начинает моргать. Режиссер остановил видео и сказал, что он позвонит второму режиссеру. А им был сам Вячеслав Котюночкин. Чтобы тот приехал, посмотрел на это и сказал как им быть. Нужно ли срочно звонить в милицию или провести внутреннее расследование. Если это чья-то жестокая шутка, то лучше человека уволить, не привлекая посторонних. Вячеслав приехал примерно через 15 минут. Он был озадачен тем, что его вызвали сюда. Так что Владимир просто снял видео с паузы. Когда эти несколько кадров закончились, все крики и звуки опять прекратились. Морда волка была взята крупным планом. Он просто смотрел на зрителя примерно 3 секунды. Кадр быстро исчез. Глубокий голос произнес, сделай это. И мы увидели в руках волка ружье. Он немедленно вложил ружье себе в рот и спустил курок. Реалистичная кровь и мозги разбрызгиваются по стене и кровати за ним. И он с силой летит назад. Последние 5 секунд эпизода. Его тело лежит на кровати. Один глаз. Висает на пол с того, что осталось от головы. И безучастно смотрит вниз. Эпизод заканчивается. Вячеслав само собой срывается на нас. Он требует объяснить, что за чертовщина происходит. Большинство людей к этому моменту уже покинули комнату. Так что только немногие из нас остались посмотреть эпизод во второй раз. После повторного просмотра, весь эпизод в точности запечатлелся в моей памяти. И послужил причиной моих страшных ночных кошмаров. Я жалею о том, что остался. Единственное предположение, которое мы могли выдвинуть, заключалось в том, что кто-то отредактировал файл. На пути от художественной студии до этого помещения. Мы вызвали технического редактора, чтобы он выяснил, когда это произошло. Анализ файла показал, что он действительно был отредактирован. Тем не менее, временная отметка показывала время всего на 48 секунд раньше, чем то, когда мы начали смотреть видео. Все использовавшееся оборудование, включая технику и программное обеспечение, было иностранным. Его мы купили недавно, и оно было немного БУ для экономии денег. Возможно, временная отметка сбилась и показывала неправильное время, но все остальное было исправно. До сих пор ни мы, ни кто-либо другой не знает, что произошло. Было проведено расследование касательно природы фотографии, но оно ни к чему не привело. Дети не были опознаны, в данных и на фото не было ни косвенных, ни прямых улик. До этого я никогда не верил в необъяснимое явление, но сейчас, если случится что-то, чего я не смогу объяснить, «Я подумаю дважды прежде, чем списать все на случайность». На этом письмо заканчивается. Владимир Григорьевич, который его написал, якобы умер через 2 часа, 17 марта 2000 года, от сердечного приступа. Видимо, пережить все это заново, даже в мыслях, оказалось для него непосильным. Разумеется, вероятность того, что данная история и данный персонаж имели место быть крайне мала. Сводящий с ума эпизод с реальными кадрами расчлененки, который при этом был изменен каким-то мифическим образом за 48 секунд до начала просмотра. Эта история слишком хороша для фильма ужасов, но слишком плоха для реальности. Несмотря на это, по классике я предлагаю вам самим в комментариях написать свое мнение о данной легенде. Вдруг кто-то из вас видел тот жуткий эпизод? Нет, разумеется, нет, это невозможно. Расслабьтесь, забудьте обо всем, но и рассказано. Пускай этот шикарный мультфильм оставит в вашей памяти лишь теплые воспоминания. Это всего-навсего крипипаста. Или же нет? Все, пора остановиться. Большое спасибо за просмотр. А с вами был Нифантом, не подписывайтесь на канал, не жмите колокольчик, не ставьте лайки, не заходите в отпадный магазин с уникальной одеждой фантомшоп.ру. Не суетесь туда, нечего вам там ловить. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok